привет на манеже все те же это канал хвостатое счастье и мы его ведущие гарина и сергей волковы друзья мы возвращаемся из екатеринбурга уже темно и слава богу что вот в этом направлении дорога подсвечена то есть нас будет примерно немножко видно пока мы едем местами местами будет видно не знаю не факт да в общем мы обещали что мы продолжим наш вчерашний подкаст по поводу приютов и расскажем по поводу того как мы съездили к черкесу с черкесом в клинику отвезли мы его сейчас клинику не рассказывай давай продолжим для начала ну давай продолжим да мы вчера насколько я помню станут вообще не видно тебя не меня нормально вот остановились на том что о дали свет что строительство создание самого приюта требует очень больших вложений финансов для того чтобы сделать все вот как положено по букве закона что называется а а теперь давайте перейдем к тому как дальше ну то есть допустим примеру мы там нашли инвестора или человек у которого бездомный кошелек решил поправить свою карму и построил приют ну вот приют построен дальше дальше начинается самое веселое и интересное в плане жизнедеятельности приюта то есть заполнить очень многие кто вот не пересекался и не пересекается зоозащитной деятельностью всегда удивляются где вы берете живот господи боже мой вот выйдите на улицу и присмотритесь оглянитесь по сторонам если не не заморачиваться да то вы вот взглядом поскользнули и вы никого собственно не увидите там одну собаку которая где-то там на горизонте пробежала это не факт что она бездомная может быть где-то следом хозяева болтаются а если присмотреться вы увидите огромное количество бездомных собак не менее огромное количество бездомных кошек и наверное половине из них требуется помощь потому что они голодают они травмированы одни больны вот то есть заполнить приют проблемы нет от слова совсем заполнили приют дальше ну во первых начнем с того что животное при поступлении необходимо обработать они же следует они же нет для начала хотя бы обработать то есть они с улицы то есть они все блохастые и заглистованы как правило ужасно вот ну и грязные начнем да то есть его помыть обработать от плохо как листов обработать вакцинировать то есть вот как бы вот этот программа минимум если животные выдает какие-то признаки не здоровья есть сомнения там рота понос температура повышенная либо наоборот пониженная плохая шерсть какие-то сопли кашель там я не знаю что-то такой метеоризм в конце концов то есть повод обратиться к ветеринарам следовательно обследовать животное это все стоит копеечку и в дальнейшем начинается рутина то есть необходимо животное разместить и содержать то есть кормить убирать и пиарить для того чтобы то есть конечная цель любого приюта это пристроить нахождение семьи пиар это дело тоже крайне важное и очень очень нужно и как правило волонтеры кто пытаются там на общественных началах бесплатно всем этим заниматься рано или поздно выгорают и перестают пиаром заниматься потому что это бесплатно для того чтобы пиар был постоянным и качественным необходимо платить естественно необходимо платить всем тем кто будет осуществлять уход за животными то есть и кормление и лечение и уборку и так далее то есть полностью весь комплекс вот то есть необходим любому приюту необходим штат сотрудников рассчитывать на то что это будут волонтеры делать бесплатно не приходится потому как любой волонтер тоже хочет кушать его есть семья а как правило которая тоже хочет кушать одеваться и где-то отдыхать не дома желательно не в огороде следовательно у всех есть работа и волонтерить могут в свободное от работы время то есть по желанию пришел поработал и ушел и требовать что-то с такого человека нереально опять же да вот то есть если нужно чтобы делали хорошо качественно и на постоянной основе это необходимо платить вот друзья получается что открытие приюта запустились открылись нашли деньги построили все замечательно возможно там выиграли тендер на отлов на содержание у вас есть какие-то финансовые поступления от администрации но помимо всего прочего у вас будут ежемесячные гигантские расходы на коммунальные услуги огромные расходы на транспортные на лечение то есть питомцы имеют свойство болеть а в приют обычно попадают с улице не самые самые здоровые до питомца либо прямо приносят товарищи своих питомцев хозяева приносят или подкидываю дат я попозже расскажу у нас сегодня был случай по поступлении к нам вот поэтому здесь понимаете вот идеально для приюта чтобы на территории приюта была своя нефтяная скважина и небольшой такой нефтеперерабатывающий заводик вот тогда тогда можно как бы жить спокойно и как говорится не тужить если этого нет то должны быть хорошо раскачаны и социальные сети вот это на сегодняшний день просим ну да на сегодняшний день и раскачаны не в том плане что у вас много подписчиков и они вам с утра до вечера шлют шлются какие-то там деньги какие-то там донаты нет у вас должны быть именно монетизируемые социальные сети чтобы вы могли выкладывая свой контент выкладывая свои видео свои статьи могли получать деньги именно от рекламодателей то есть во всех социальных сетях где есть монетизация там есть рекламодатели на рекламу тратятся огромные средства либо эти средства получают блогеры инфлюенсеры да так называемые либо их ну будете получать вы если у вас будет но можно сказать вот сто процентов что половина заработанных денег в соцсетях у вас будет уходить на поддержание вот именно разведение соцсетей то есть это монтаж это оплата различных сервисов которые помогают введение этих соцсетей то есть там там тоже в общем команда нужна просто гигантская и люди должны работать вот не то что вы знаете там с 8 до 9 все потом потом меня нету и я пошел спать там или я уехал в отпуске все остальное то есть либо на то что люди зарплату они все равно должны болеть душой да то есть люди должны работать за зарплату потому что они будут тратить свое время с утра до вечера они должны любить эту работу они должны понимать они должны вот не просто должен быть человек который занимается там допустим менеджер да продвижением занимается там группы в контакте нет он должен помимо того что он должен разбираться в алгоритмах этой социальной сети он также должен быть в курсе вообще всего что происходит в приюте в этом самом а это ну вот представляете то есть как это все накатывается сколько различных нюансов которые нужны для того чтобы вот это вот все работало вот и меня вот в этом плане очень смешит когда вот знаете попадалось мне одному блогеру тоже крупный блогер там все его любят он помогает бездомным собачкам вот и получается что ему задали вопрос вот нашли там собачку у нее щеночки мы не знаем взять к себе не можем все как обычно там или аллергии или еще что то подскажите что нам делать причем как бы вопрос то задала женщина такая в годах я так понимаю что ну комментарии то она еще написать может но допустим взять снять видео там смонтировать его выложить сделать описание сделать заставку текстом на заставке там или еще что то то есть она для нее уже за гранью то есть она может там допустим там борщ сварить там котлеты пожарить такого то есть может быть она в каком-то другом деле какой-то профессионал но вот не в плане монтажа не в плане видео продакшена там она конечно не как так вот и вот этот блогер начинает ей говорить вы знаете вам нужно что сделать вам нужно взять вот этих вот собачек помыть их свозить к ветеринару обследовать то есть по возможности подлечить стерилизовать найти им передержку сделать сделать красивые фото и видео с рассказом вот выложить это в социальных сетях написать в местные паблики в тех социальных сетях которые есть в вашем регионе с просьбой разместить вот пиар разместить рекламные ролики этих мама со щенками и вот тогда вы сможете найти этим питомцам дом ну он же все правильно рассказал нет он неправильно рассказал он все правильно рассказал вопрос в том кому он неправильно рассказал понимаешь дело в том что вот изначально нельзя просто так понимаете пристраивать вот кто возьмет я возьму без рук вот мне вот эта рука понравилась я вот этому отдам неправильно должен быть вообще жесткий отбор понимаете вот почему у нас детей не отдают вот всем подряд да не раздают всем подряд чтобы ребенка установить нужно чуть ли не как у космонавта была чтобы биография да почему детей отдают вот так вот и то плохие попадаются и то да не то что плохие это ужас кошмар то есть там волосы дыбом встают а тут живую душу тоже кому-то пристроить кому-то отдать и это нормально то есть просто человек да я возьму а кто его знает может он сатанист какой-то и будет издеваться над животными то есть это вот прежде всего то есть вообще должен быть жесткий отбор прежде всего во-вторых действительно ну вот женщина кто обратилась то есть у нее нет этих навыков она не умеет она не знает как это можно делать то есть он конечно может быть и правильно это все рассказал вот но наверное надо было ей предложить вы знаете вам нужно найти специалиста по маркетингу вам нужно вам нужно сначала найти спонсора дальнейших действий у которого будет лишних там тридцать сорок пятьдесят тысяч рублей вот и поэтому тут как сказать ну вот не не бывает вот таких вот понимаете решений что вот как вот как вот он сказал то есть ну трудно сказать в общем как как из этой ситуации выйти он так ну государства есть соответствующие ресурсы у государства есть соответствующие какие-то рычаги рычаги Руки не дошли еще до этого. Не дошли. Вот, так что, друзья, тут видите, тут на поверхности вроде бы благое дело, да, с одной стороны. И на слуху у обывателей, у людей, у простых, что государство помогает, строят приюты, выделяются деньги. И нас почему-то вот воспринимают, что мы работаем как будто вот от государства, потому что мы, нам платят. Вот сегодня был, как сказать, случай. То есть мы занимаемся спинальниками, ну, как обычно, то есть бужируем, кормим, убираем, бинтуем, кому необходимо. Вот. Я слышу долбежка в двери. В ворота. В ворота, то есть по железу. Ну, я вот, как бы мы раздеваемся, потому что в помещении тепло, жарко. Вот. Я в тапочках. И в тапочках добежал до ворот, открываю, смотрю, у вторых ворот стоит женщина с рюкзаком и машина. Вот. Я кричу ей, что вы хотели? Она говорит, а что вы сюда-то подойти не можете? То есть я, я имел неосторожность выйти не там или надо, во-первых. То есть меня это как-то уже, ну, вот, знаете, частный дом, да, частная территория. Кто-то пришел долбиться, ты открываешь, где ты можешь, а тебе говорят, а что ж ты, собака такая, непочтительно так вышел-то, не там, где я хотел бы. Я говорю, что хотели-то она, сейчас я приду, и ты узнаешь, что я хотел. Я говорю, ну, ладно, извините, я сейчас схожу, подготовлюсь к вашему визиту. Вышел, ну, пошел, во-первых, телефон взял, я понял, что здесь просто так вопросом, как дела не ограничатся, вот это мероприятие, вот эта встреча на Эльбе, так называемая. У тебя сегодня с местными жителями контакт был тесный. Очень тесный, вот, я пошел, оделся, взял телефон, эта женщина уже стоит, стоит от меня где-то метра, наверное, полтора, наверное, так, и запах такой вот, я не знаю, я вот чуть не упал, просто жесткий запах такого, сивухи такой жесткой. И она мне начинает, ну, я не знаю, может быть, вы видели, может быть, вы увидите попозже, я обязательно выложу это видео. Вот, и она начинает мне, говорит, вот, забирайте, возьмите, мне, говорит, кошку подкинули, она два дня уже живет у меня, у нее там все плохо, там все гниет, она может заразить моих трех кошек. В общем, вы должны у меня взять ее, я говорю, почему, что, что такого произошло-то, почему я-то должен взять, вы же получаете зарплату, вам же денег платят за это. Вот, то есть она вот так вот, ну, без тени сомнений. Вообще, то есть, говорит, возьмите и все. Если вы не возьмете, причем, самое-то, что интересно, начинается сразу шантаж, сразу шантаж, то есть ставит такие жесткие рамки, не она одна причем, без разницы, мужчина это или женщина, когда к нам приходят, они такие, вываливают свои проблемы, да, что вот у меня вот она, вот эта вот, животина мне подкинули, я-то ведь тут ни при чем, вот, и вы должны у меня взять, и если вы не возьмете, то я это выкину на помойку. А у нас буквально там неделю или дней 10 назад два молодых парня на велосипеде привезли собаку. Метель такая была. Вообще, то есть они привезли и говорят, ну, возьмите, пожалуйста, я, вот, молодые парни, казалось бы, да, ну, то ли воспитание, то ли сострадание у них больше, чем вот у этих вот товарищей. И они съездили с этой, ну, отвезли к ветеринару, говорят, мы вот нашли в мусорке, в контейнере, в завязанном пакете, к ветеринару сходили, к тете Рая, она сказала, что вот здесь приют, и туда сходите. И они принесли, говорят, вот возьмите, пожалуйста. Ну, там черепно-мозговая травма, он сейчас более-менее вроде как стабилизировался, да? Да, он кушает, ходит сюда. Вот, и все, и мы как бы, ну, причем парни-то вот на велике, на багажнике притащили его. А этот-то вот без тени сомнения, если вы не возьмете, она мне не нужна, я ее выкину, эту кошку. Вот, взяла, достала, показала, говорит, вот видите, зачем она мне нужна? А я-то вот стою и грущу, что у меня-то нет кошки с такими проблемами. Мне же как-то ведь неудобно, я же от государства получаю несусветные деньги. Да, а кошки такой нету. А кошки такой нету, то есть как-то вот нечестно это все. По отношению к кому? По отношению к государству. По отношению к этой тете, тете Моте. Которая ведь, конечно же, работает на семи работах и везде платит налоги. И ты с этих налогов получаешь зарплату, а кошки у тебя нету. Нету вообще никак. И причем вот таких людей, вот вы знаете, если вот у нас, слава богу, да, нету этого надписи. Я вообще не понимаю, почему люди-то приходят ко мне. До меня вот доходят поздно. Мне надо было сразу сказать, вы знаете, вот видите вот этот дом трехэтажный, там, через два дома. Там, ну, люди живут небедные, я думаю, деньги есть. Надо было сказать, вы туда поедите, обратитесь. Вот ни сюда, ни сюда. Будете выкидывать, выкидывайте туда. Да, да. Мне интересно, ей, морденцу сразу бить начнут или спросят, как ее зовут. Но почему-то вот люди без тени сомнения сразу определяют, что здесь приют, вывески нет, часов работы нет. Еще некоторые умудряются сказать, я на вас буду жаловаться. Вашему начальству. Вашему начальству. Куда вы, пожалуйтесь, пожалуйста, на меня, пусть меня уволят. Вот я просто вот один раз так сказал. И мне сказали, что ну все, вы выпросили себе наказание, вас уволят. Я говорю, слава тебе, господи, меня уволят. Вот, так что, если вы планируете организовать приют, готовьтесь к тому, что вам будет не хватать финансов. Будет очень тяжело, но очень весело. Да. И у вас будет встреча с интересными людьми. Регулярно. Регулярно. Причем будет встреча не только личная, будет общение по телефону. С кем-то ты тоже рассказывала, звонила тебе женщина. Помнишь? По поводу. Мне очень много звонили, половина, и больше половины из них. Тоже обещала пожаловаться на тебя? А, так это-то нормально. Вот. Ну, в общем, взяли мы эту кошку. Отвезли. Отвезли ее в клинику, пока ехали, думали, как ее назвать. Сегодня день кормления птичек овсяным печеньем, поэтому я предложил, давай назовем ее печенка. Так что это печенка. Там врач-ветеринар ее осмотрел. Что там, Галь, расскажи. У нее опухоли молочных желез с обеих сторон. Он, вероятнее всего, пиометры, потому что идут выделения из петли не очень хорошие. Вот. И не очень понятно, то ли прищемлен хвост, то ли просто... Короче, на кончике хвоста, я сантиметров 7, наверное, такая заскорузлая короста, кончик не гнется. То ли это из-за коросты, то, что с опухоли бежало, потому что там одна вскрывшаяся уже опухоль, то ли это где-то придавили, прищемили там некроз просто. Ну, в общем, вот такой букет у кошки. Вот. Планировали мы сегодня увезти Черкеса, но помимо того, что мы повезли Черкеса, еще и завезли кошку, да, печенку. Они до 8 или до 9 лет работают? Они до 8 лет работают. Ну, то есть мы уже не успели. Мы не успели, да. Мы хотели забрать сегодня, но... Да. Думали не оставлять ее на стационаре, потому что лишних денег нет, ее прооперировали. Но должны были тебе так-то отзвониться, да? Ну, может, и звонили, но у меня же сейчас выключен. Да. Вот. Поэтому получилось так, что мы завтра поедем забирать печенку. И сегодня мы отвезли Черкеса в клинику. Парень, вот самое, что интересно, ему дико больно. Мы когда грузились, он был в памперсе, мы вчера ему надели памперс. Он терпел, он даже в туалет не сходил. То есть ему больно, дико больно лапу, но он терпит. Вот он ни по-большому, ни по-маленькому в туалет не сходил. Вот. Поэтому... Да что ж такое-то. Все звонят и звонят. Вот. Поэтому мы приехали в клинику. Может, я перезвоню? Нет, сейчас уже закончим. Сделали снимок рентгену? Сделали, да. То есть завели его. У нас удалось, получилось так, что мы смогли зайти в дверь поближе подъехать, потому что его, ну, 50 килограмм на трех кривых лапах, он очень плохо двигается. Вот. Мы его завели, сделали рентген. Причем я думал, что его придется как-то расслаблять, рометарить. Но мы справились. То есть, видимо, настолько ему плохо, настолько ему больно, что он не особо сильно сопротивлялся. Но он так пытался рыкнуть, пытался тяпнуть. Может быть, он меня уважает, Галя тут сказала, что, говорит, он ко мне более лоялен, чем к другим людям. Вот. Ну, сделали рентген и увидели, что выдрано несколько болтов, отломаны шляпки, то есть его придется, скорее всего, повторно оперировать. Когда посмотрели вот эти болты, сами болты, насколько они там поломаны, там просто вот, когда мы видели рентген после операции, как все было красиво, и вот увидели, когда оно снято уже, когда оно все поломано. Мне, честно, ну, даже Галине показалось, что болты слишком хлипкие. Ну, я не знаю, там, наверное, специальная медицинская сталь, скорее всего. Естественно, маловатая какая-то, ну, несерьезная конструкция для такой собаки. Вот. Поэтому мы попросили, чтобы его не удаляли у него уритральный катетер, и мы, наверное, вообще максимальное количество, ну, дней 5, может быть. Во-первых, мы не будем его больше никуда засовывать, ни в какой стационар. Вот у нас. Хочешь сделать, хорошо сделай. Это сам называется. Вот. И минимальное вообще количество движений будет. Посмотрим, как это все. Надо хотя бы, чтобы 2 недели он был вообще, то есть... Не вставал на лапу от слова совсем. Вот. То есть хоть прибинтовывая ее к телу, не знаю, посмотрим. Хоть какой-то этот, нет, трубу девай на ней. Трубу, ну, труба все равно будет травмировать. Травмировать. Ну, нет, вот так утрирую. Ну, там даже, если сделать бандаж, мне кажется, он тоже будет травмировать. Вот. Ну, все-таки, как вариант, я думаю, его лапу примотать к телу, чтобы он ее не... Нет, он будет грызть, орать. Поначалу будет нормально все, потому что ему будет больно, ему будет плохо. Ему будет без разницы, куда примут он эту лапу. Когда ему станет полегче, он начнет нам дать, даст прикурить. Ладно, посмотрим, как это все будет развиваться. Из положительных моментов, то, что нам сказали, что с нас не будут брать таких больших денег за повторную операцию, завтра его будут оперировать. Да, завтра у них операционный день. Да. Единственное, с нас возьмут только за наркоз, за препараты, за расходники, да. Работа будет сделана бесплатно. Я так думаю, что это может быть половина, то есть, ну, это тысяч 20-40 примерно, может быть. Я не знаю, честно говоря, сколько это будет стоить. Да как бы бог с ним, хоть сколько это пускай будет стоить. Главное, чтобы это было сделано хорошо. Да. И чтобы не пришлось его еще переделывать. Потому что это, ну, ужасно, конечно. Собакой, ему больно, он плохо кушает из-за этого. Он схуднул. Он похудел, у него прямо аж видно, глаза валились. То есть там, ну, на него смотреть-то больно. Вот. И я вижу, что много очень людей переживает за него. Так что вот такие вот у нас новости. Да, мне по нашим Алабаям, по Черкесу, по Горцу люди пишут, что передайте их Москве, там, Питеру, как сказать, узкоспециализированным группам и так далее. Ну, во-первых, начну с того, что ни одна команда Алабаев к нам не обращалась. А навязывать собак я не буду никому. Это, ну, не в моих правилах. Ну, это ненормально. Понимаете, мы взяли собак изначально оттуда, да, из Карачаева, Черкесии, для того, чтобы потом попроситься, постучаться, сказать, ребята, мы тут взяли. Ну, что-то как-то не подумали, да, заберите-ка у нас. Да, заберите-ка у нас. То есть вот сами-то, как бы, вот, кто вот предлагает. Во-первых, во-вторых, как бы, им, ну, никто не мешал изначально. И что отдающей стороне, что Москве, чтобы этим... Искали. Кто там? Комсият? Нет, нет, там Лена. Лена. Она искала, она стучалась везде, где можно. Помогите, спасите. Прежде чем обратиться к нам, естественно, зная, что мы... Ну, не занимаемся такими собаками, у нас немножко другой профиль, да, ну, вот, никто не отозвался и обратились к нам. Это один момент. Второй момент. Я не знаю лично людей. Они, может быть, совершенно замечательные люди, они, может быть, прекрасные команды, которые делают много хороших, добрых дел. Вот, но, как правило, они завалены так же, как и мы животными. И лично я их не знаю, обращаться к незнакомым мне людям. Дело даже не в том, что там дружить, не дружить. Вот. Собака непростая. Алабай. Черкес вроде как поверил нам, да, ну, блин, что уж мы вытаскивали его два дня вчера-сегодня и выводили, и я его бужировала, потому что он не терпит, он не ходит под себя в туалет. А, естественно, как бы, ну, любая собака, в любой кобели, ему надо походить, подвигаться, понюхаться, чтобы где-то найти место достойное. Для телеграммов. Для телеграммов, да, для сообщений своих. Вот. А нам-то невозможно же его таскать, и ходить он не может, поэтому пришлось использовать навыки бужирования. То есть я нашла мочевой пузырь, немножко создала, придала усилий, приложила усилия, и собака начала писать. Вот. То есть он пописал с моей помощью, по сути, получается. Даже Ры не сказал. Даже Ры не сказал, да, то есть это вот настолько интимный момент, но он даже Ры не сказал. Но он понял, что надо пописать. А вот, а кому-то, кто-то другой, то есть это снова стресс собаки, это снова транспорт, куда-то везти его, стрессовать новые люди, новые какие-то собаки. И, ну, блин, это мы измаем только собаку. У нас хорошие специалисты, даже не в Перворальске, в Екатеринбурге, мы обратились в Екатеринбург, они ставят таких собак на лапы. Здесь вопрос не в операции, здесь проблема в реабилитации. Да, и я не знаю, есть ли у команды условия и команда, которые возможности, чтобы для реабилитации таких собак. Вот, поэтому, ну, мы взялись, прежде чем на что-то браться, нужно подумать. У меня в связи с этим, как бы, вот, мне очень неприятно, но есть такие люди в сфере зоозащиты, когда, допустим, берут животное на передержку, да, к себе, там, в семью, в приют свой, вот. И, а животные же все со своими характерами, и мы никогда не знаем, какой характер на самом деле, как животные будут между собой уживаться, и будут ли они уживаться. И когда взяли и появились проблемы, тут же звонят и говорят, а вот он там такой плохой-сякой, забирайте. Вот, забирайте эту собаку, мне, я не могу. У вас есть два часа. Да, то есть есть такие люди, таких людей очень много. Я стараюсь найти всевозможные способы решения данной проблемы, потому что я понимаю, насколько сложно куда-то вообще пристроить животное на сегодняшний день. И поэтому мы, когда берем, мы рассчитываем на себя, на свои силы, на то, что мы все равно что-то найдем, какой-то выход. Да, Сережа? Конечно, да. Вот, поэтому вот такие советы, ну, они никак... Я понимаю, что вы их даете в плане не ущемить нас как-то, да, а в плане подсказываете, что... Ну, для нас это неприемлемо. Вот, поэтому я надеюсь, в будущем таких советов вы давать нам не будете, потому что они немножко нас огорчают, так скажем. В общем, вот, могу еще сказать вам, что у нас тут опять намечается поступление новых товарищей. К нам приедет... К нам приедет, к нам приедет... Потемнело все вокруг. Черный квадрат, разговаривающий голосами Вулкова, прямобольник. Черный квадрат Хвостевича. Есть Малевича, а у нас черный квадрат Хвостевича. Вот, поэтому смотрите нас и слушайте, да, и мы расскажем, кто к нам приедет. Когда вам? Сегодня? Завтра приедут? А, сегодня у нас еще хотят котенка приехать, да? Ну, вот я не знаю, поедут ли они в 9 часов вечера к нам. А, тут ты должна позвонить, да? Да, мы договорились, что мы приедем, и я напишу, что мы приехали. А, блин, я сейчас не напишу. Вот, поэтому, друзья, у нас получается, что мы сегодня с этой поездкой не получилось у нас пристроить котейку. Ну, завтра, если что. Вот, планировали мы завтра отдать чудушку, но чудушка не получится у нее завтра уехать. Побудет она у нас еще один день, уедет она, скорее всего, в субботу. Покажу это обязательно на канале Хвоста до счастья в шортах. И когда завтра там должен приехать, там старый пес, да? Да, да. Ну, завтра наберут меня. Вот, то есть там тоже старющий, древнющий, худющий, в общем... Увидите. Увидите. Так что не спешите. Вообще, по поводу открытия приютов, я бы вам рекомендовал, вот если вы хотите, да? Ну, вот почему мы не регистрируемся? Мы не потянем. Мы не потянем налоги. Мы не потянем вот эту отчетность. Я куплю, скорее всего, ружье и приеду в налоговую и буду там устраивать. Вы знаете, как в Терминаторе он там ходил по полицейскому участку, расстреливал вот это все. То есть я вот так, что, наверное, у меня это дело очень легко выведет из себя. И я устрою третью мировую в нашем налоговую. Может быть, налоговую, может быть, еще где-то. Ну, я вот как-то, по крайней мере, сейчас у нас нет начальства. И нет, тут еще, Сереж, момент какой. Были бы мы с тобой помоложе, может быть, может быть, мы бы вот как Ольга ввязались во все это. Или там плечом к плечу с Ольгой в этой организации, которую она создала, развивались бы и делали. Но мы не молодеем и сил у нас только нет. И мы понимаем, что сейчас начинать с нуля создавать какую-то организацию и делать. То есть у нас и так 12 лет за плечами. А сейчас еще там 5 лет этим всем заниматься, это просто не хватит никакого здоровья. Люди отдают своей любимой работе и по 40 лет? Нет, я согласна. Мы просто начали с тобой не так рано, как могли, да? Ну, понятно, это да. Не в этом дело, я к тому, что мы просто еще немножко, и мы физически не сможем это все тянуть. Да. Единственное, можем как-то вот передать опыт, делимся этим опытом с Ольгой. Если вы хотите, можем поделиться как-то индивидуально тоже и вам ответить на ваши вопросы. Ну, а по поводу создания приюта, найдите где-то недалеко от вас, официально, неофициально, без разницы, неважно, какой приют будет. Поездите туда, поволонтерьте для начала, примерьте это все на себя, то есть посмотрите на эту кухню изнутри. Походите, поубирайте какахи, поучаствуйте в кормлении. Представьте, сможете ли вы заниматься этим 24 на 7 и на 365. Да. И в ближайшие там лет 20 сможете, вас это устроит или нет. Если будет хотя бы тень сомнения, не надо этого делать. Тогда просто возьмите с улицы котейку какую-нибудь или собачку. Подарите дом. Да, да, и текло. И это будет самое лучшее. Потому что, вот по идее, то, что у нас больше 200 животных, это ненормально. Потому что, да, мы кого-то спасаем, да, мы лечим их, кормим, но мы катастрофически мало уделяем им внимания, времени на общение. А это им необходимо нисколько не меньше, чем тоже кормление. То есть от дефицита общения у них развиваются всякие тоже бывают психологические сбои. И, ну, на качество жизни это тоже очень сильно влияет. Поэтому будет лучше, если вы просто возьмете кого-то с улицы. Вот. И не стремитесь, чтобы у вас там их было 5, 10, 15, 20. Нет. Пускай будет одна, две собачки. Максимум две. А лучше одна. Вот. Либо кого-то из знакомых подключите к этому делу. Но, опять же, учтите, что решение должен принимать человек сам. То есть не вы должны принимать решение за этого человека. И уговорить его. Да. Не надо уговаривать. Вот если человек захочет, тогда, да, пускай бьет. А так, что вы приведете... Вообще, понимаете, это не машина, это не вещь какая-то. Вот когда ты приходишь в магазин, что-то покупаешь, у тебя там есть там 2 недели сдать обратно, да, товар. Ну, либо убрать в чулан и забыть про него. Да, да. Про эту вещь. Ну, в любом случае, как бы, ты купил, и все, и она у тебя, эта вещь остается. То есть там задача у продавца продать, получить прибыль. Здесь с собачками, с кошечками эта формула не работает. Если ты пристроил, даже после пристроя, если ты нормальный, правильный человек, не то, чтобы правильный, а если у тебя здесь внутри что-то есть, вот, ты будешь переживать и дальше. Думать, как там, что там. Потому что многие приюты после пристроя обратно своих не берут. Мы забираем. К нам обращаются и через 8 лет. Мы забрали, у нас ракета вернулась к нам, 8 лет пожила на соседней улице. В итоге заехала к нам обратно. Вот такая вот у нас получилась поездочка. Местами нас видно, надеюсь, нас было слышно хорошо. Очень на это надеюсь, потому что мы много чего рассказали. Вот, могли поспать. Ну, по крайней мере, Галя могла поспать, но она, я говорю, Галя, ничего не знаю. Спать отменяется, будешь общаться. Вот, для меня так это вообще хорошо. Я не втыкал, я мог, если бы я не говорил, я бы мог уснуть за рулем. Поэтому спасибо вам огромное, что взбодрили меня своим просмотром. Пишите в комментариях свои вопросы, свои пожелания. Будем рады почитать их. Приходите в пятницу на наш прямой эфир. Еще хотел бы попросить вас вообще напишите в комментариях, слушаете ли вы подкасты. Если слушаете, то на каких площадках. Потому что мы планируем размещать подкасты на различных площадках. Он имеет в виду не только наши, а вообще, в принципе. Да, вообще. То есть, если вы слушаете какие-то другие подкасты, там, допустим, может быть, на Яндекс.Музыке, может быть, Apple подкасты, может быть, там, Spotify или, я не знаю, еще какие-то. Напишите, потому что мы будем размещать везде, где есть люди, которые нас слушают. То есть, если там есть наши подписчики, то, значит, там могут быть и другие похожие люди. Это поможет нам для развития канала, для развития вот этой вот серии подкастов. Вот. Поэтому будем ждать. Юрий, в пятницу приходите, пообщаемся в прямом эфире. Вот. Ну, это, наверное, на сегодня все. Берегите себя. Скоро будет новое видео и скоро будет новый подкаст. Поэтому мы с вами увидимся, услышимся. На этом точно все. Спасибо еще раз. Пятый раз сказал Сережа. Всем пока-пока. Пока-пока. Давайте. Мы уже практически приехали. Вот так вот. Я надеюсь, Кирилл вырежет четыре раза, когда я сказал, на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok